До Дня Победы осталось 4 дня. 9 мая в городе Семилистинец будет проведена масштабная праздничная программа. Впрочем, на протяжении последних двух недель мероприятия, приуроченные к торжественной дате, проводятся во многих учреждениях культуры и образования спорта. Так, сегодня воспитатели и ребята детских садов «Сказка» и «Ромашка» подготовили для ветеранов концерт, пели песни и рассказывали стихотворения. Подробности расскажет Альмира Новоселова. Воспитанники детского сада «Сказка» подготовили концерт «Спасибо за наше счастливое детство» для почетных гостей, у которых этой беззаботной поры попросту не было. Не было и детских садов, за малышами приглядывали старики, мамы и папы отправлялись на фронт. Об этом ребятам рассказала Томила Суворова, которой было 6 лет, когда началась Великая Отечественная война. То голодное время она не забудет уже никогда. Мы делали из себя плуг и тащили на себе, пахали землю, а мы вот такие. Нам давали, вот сюда вешали мешочки с картошкой, а мы шли и бросали, картошечку садили. Потому что если мы не посадим эту картошечку, она не вырастет, нам есть нечего будет. Мы будем голодные, мы травочку съели на улице, пекушки эти разные, одуванчики, цветы. Мы все ели, все собирали. Томила Борисовна очень просила ребят ценить все, что у них есть сейчас и уважать старших. Ведь прадедушки и прабабушки воевали за их счастливое детство. Мне папа рассказал про своего дедушку. Для меня это прадедушка. Он вернулся с фронта. Второй прадедушка потерял ноги на войне. Им было очень тяжело пережить. Им нужно было пережить голод. И страх. Моя бабушка Настя одела в трубу боевые снаряды. Холод и ужас пришлось пережить им. После концерта малыши пригласили почетных гостей отведать наваристую солдатскую кашу, которая всем пришлась по вкусу. Очень вкусная каша, потому что там есть мясо и очень вкусно. Очень хорошо нас встретили. Просто прекрасно. Я даже плакала, честное слово. Мне было настолько приятно все вот это. Каша замечательная, очень-очень вкусная. Хорошо разваренное мясо, тушенка тоже хорошо все. Много всего. А чуть позже дети войны и узники фашистских концлагерей поделились своими воспоминаниями и с малышами детского сада «Ромашка». А также воспитатели показали для них театрализованное представление под названием «Мы помним, мы гордимся», в котором наглядно показали судьбу не только тех, кто воевал на фронте, но и тех, кто ждал их с нетерпением дома. «Братик миленький, очень плохо без тебя. Кушать нам нечего. Мемцы все забрали. Возвращайся поскорее. Помоги нам, а то совсем погибнем». Знать и помнить великие подвиги советских солдат и труд тыловиков необходимо каждому. А слышать рассказ из первых уст – уникальная возможность, которая позволяет прочувствовать ту боль, которая навсегда осталась в сердцах наших дедушек и бабушек. Альмира Новоселова, Алексей Урженко, Эдуард Захаров. Программа «Время местное».